Костер, задор, радость. Ассоциаций с пионерским движением у его участников довольно много. И все они про доброе, вечное, светлое. Его логичным продолжением в нашем городе после развала СССР стал Союз детских организаций «Сияющие звезды». Очень было много в городе пионерских организаций, которые были названы именами космонавтов, связаны именно с космосом. И, видимо, оттуда как раз родилось, что каждая звезда и «Сияющие звезды». 30 лет назад в стране начали происходить коренные изменения, но традиции, которые заложились в Советском Союзе, продолжают жить и по сей день. В рамках второй классной встречи РДШ ребята собрались с бывшими пионервожатами, чтобы поговорить об истории создания, идеологии и трансформации «Сияющих звезд». Это очень ответственно, это очень серьезно. Насколько я помню, хулиганов даже лишали галстуков. Тогда это было именно чувство ответственности перед одноклассниками, перед родителями, перед учителями вообще в обществе. Сейчас это больше какая-то активная жизнь, движение, какие-то новые знакомые, проекты, поездки в лагеря. Получился своеобразный вечер воспоминаний и обмена опытом. Все желающие могли задать вопрос бывалым активистам пионерского движения. Они, в свою очередь, показали школьникам игры, которые не раз проводили с подопечными, подискутировали на тему актуальности работы Союза «Сияющих звезд». За последний год, насколько я вот увидела по ученикам школы номер 14, дети рвутся вообще-то на мероприятия, которые проходят очно. Они хотят участвовать, они готовы участвовать, и они готовы именно участвовать в мероприятиях Союза детских организаций. Приходит человек по 10 точно. И мы также проводим коллективно-творческие дела, такие как ШПП, слет. Так что даже если активность чуть-чуть упала, но все равно я считаю, что детям интересна деятельность СИДО. Активисты детской палаты «Галактика» и дружины «Радуга» гимназии номер 2 подготовили для спикеров танцевальные флешмобы. Следующая классная встреча РДШ в Сарове пройдет уже в мае. Сейчас обсуждается тема и кандидатуры гостей. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.